всем всем здравствуйте меня зовут татьяна и я рада приветствовать всех кто заглянул сегодня ко мне в гости эта неделя выходная поэтому я хочу начать несколько процессов и начинаю свой визуальный влог уже такой эксперимент я для себя проводила в июле вот сейчас у меня неделя свободно и я хочу опять это уже будет не эксперимент я уже знаю что это такое я хочу распроцессить начать несколько процессов у меня сошли два процесса вышли из работы и осталось вот два крупных изделия которые мне нужно будет закончить и я думаю что я их закончу ближайшее время и начать новые и так сегодня понедельник мы выходные отдыхали за городом у друзей и вернулись сегодня уже после обеда у меня было только половина дня поэтому я решила что я не буду начинать какие-то новые процессы а буду работать над теми изделиями которые меня есть работе это два кардигана один кардиган крючком и один кардиган спицы и в понедельник именно сегодня я вязала только эти изделия и так первое это крючковые изделия вяжу я из пряжи пехорка кроссбред бразилия здесь составе 50 процентов мериносовая 6 50 процентов акрил 100 граммах 500 метров цвет это розовый бирж 374 он немножко поярче на камеру здесь приглушение чуть чуть поярче такой знаете вот прям цвет пудры значит что у меня на какой стадии данный кардиган я отвязала полочки и спинку и мне остается в этом изделии связать рукава и обработать планку и данное изделие будет готово брала его с собой и вязала его когда были нет на свободной минутке и его с собой я его вязала но мне там еще попросили увидели мои повязки я отвозила своей подружки повязки и и мама попросила связать ей тоже повязку я там еще вязала одну повязку на голову но это дело буквально нескольких часов час час работы и второй кардиган это кардиган который вяжется у меня из пряжи yarnart merino flowers он у меня тоже близится к завершению я уже подхожу к последним секциям значит этот кардиган у него уже рукава отвязная сначала связала рукава а затем все вся пряжа которые есть я хочу пустить чтобы связать в ноль в рукавах я использовала не все секции потому что ну как бы невозможно это либо они были бы очень коротеньким поэтому я решила что будет у меня вот как есть идет переход голубого цвета к более насыщенными а уже в конце я просто пустил одну секцию где синий цвет и закончила васильковым цветом вот и сейчас я вижу уже полотно вниз очень мягкая пряжа вот очень мягкая конечно вот надеваешь очень комфортно посмотрим как дальше я просто знаете удивлена вот именно что вот эта пряжа вот такими большими бобинами мне уже 2 2 пряжа подобное сначала я работал срок сгада но он настолько мягкий хлопок просто такого мягкого хлопка конечно я с таким мягким хлопком не работала все равно есть какая-то жесткость на здесь нет и вот это пряжа да здесь всего 25 процентов шерсти в составе но настолько мягкая и я хочу обработать еще планочку чтобы она вот так вот так было все таки посмотрим что будет вот значит я сейчас дошла вот включила в работу где у меня одна синенькая ниточка немножко осталось примеряла я достаточно неплохо я думаю пуговки я тоже уже купила я надеюсь что они сюда подойдут и либо синие либо белое но посмотрим вот это то чем я занималась в понедельник ну а завтра я уже со вторника начинаю новый проект и так утро вторника и я сегодня наконец-то начинаю свой долгожданный проект который мне очень хочется начать поскорее и это будет платье теплое платье вязать я буду из пряжи газал baby wool здесь в 50 граммов 175 метров составе 40 процентов акрил 20 процентов кашемир по и 40 процентов мериносовая шерсть и цвет 835 если кому-то интересно ниточка здесь тонкая я вязать буду в две нити можно было бы да если у кого-то возникнет вопрос почему бы не взять пряжу xl мне не нравится пряжа xl я работал не хлопок не шерсть не нравится я не знаю почему но разница очень большая в изделии я пробовала вязать брала дочки на шапке я вот сначала такая у меня была пряжа я вязала в две нити мне очень понравилось и форму держит и как она смотрится и тепленькая и мягенькая взяла xl пряжа была как пружинка такая вот их при при вязании я не видела того эффекта который должен который я ожидала поэтому я xl скую пряжу не беру и не хочу больше брать опыт работы у меня был поэтому я решила вот таким образом у меня 14 на . то есть это 500 600 700 700 граммов более чем взяла специально с запасом чтобы было если останется всегда найдем куда использовать значит вязать буду платье отдельными деталями я уже вязала себе платье почему потому что мне нужен силуэт то есть мне нужно чтобы у меня было так как по бедрам потом заужение на талии потом немножко расширение в области груди и пройма и все такое прочее вот рукава хочу вязать имитацию вточного рукава не вточной рукава имитацию вточного рукава ну по принципу своего платья веселькового мне тоже так же было вязано единственное что здесь у этого платья будет округлая горловина не v-образная округлая горловина вот что я сегодня свяжу за день я вам обязательно покажу итак что мне удалось связать за вторник значит я сказала что это будет платье ну во-первых мне не удалось повязать весь день сначала я разбиралась со схемой потому что схемы без каких-либо условных обозначений но как бы мне понятно но с узором она с картинкой которую я увидела на не соответствует и пока этот разбиралась время при ушло потом нужно было сделать срочно с ребенком задание которые ей прислали поэтому вязать я уже стал после обеда вот связала я 25 сантиметров 25 сантиметров нормально в принципе немало немного очень нравится узор когда уже поняла смысл конечно хочется вязать хочется вязать не хочется отрываться но нужно дать и другим процессом ход утро среды и на сегодня я себе даю такое задание у меня есть крестный сыночек ему полгодика и я хотела связать ну так как он родился в лето в конце весны как бы им особо не нужны были какие-то изделия им хотел на осень связать комбинезон детки так быстро растут поэтому я решила что это будет не комбинезона костюмчик кофточка и штанишки и у меня есть вот такая пряжа мадам трикоте mirina gold 200 я из нее вязала уже немало детских комплектов комбинезонов именно мне пряжа очень нравится она тепленькая мягкая не колючая и у меня есть вот такая вот пряжа шоколадного цвета или цвета кофейного и молочная пряжа значит низ штанишки мне будут темные а кофточка светлая может быть на кофточке я включу какие-то еще элементы не знаю пока вот посмотрите пряжа одинаковые но почему-то почему-то вот здесь вот нет но у меня бывало такое что пряжа вроде одна и та же а толщина нити разная вот сегодня я вижу детский комплект и так среда закончилась и мой проект процесс который я начала и закончила в один день я собой так довольна так здорово когда процесс начинается и заканчивается одним днем супер я связала кофточку это на возраст 69 приблизительно такая вот простая нет осталось пуговки пришить вязала до 11 часов чтобы но все очень я в плане единство закончил мне осталось только убрать здесь ниточки и и я конечно же уже убирала все нитки чтобы не оставлять осталось только пуговки пришить и постирать решила вниз опустить то есть у меня молочного цвета пряжа и пряжа вот такая кофейная и я решила так как у меня штанишки будут кофейного цвета пустить вниз немножечко да так вот этого цвета очень все просто на детки быстро растут тут как бы особо и заморачиваться я и не хотела мне нужно было простая носибельная вещь вот кофточку у меня готовы я очень рада и счастлива потому что сразу половину комплекта дни штанишки я должна за выходные скорее всего в субботу я буду вязать штанишки чтобы мне был уже готов комплект и чтобы я отвезла и и носил мой крестничек утро четверга и сегодня я беру с собой начну вязать берет для мамы это пряжа пух норки с серой этикеткой почему-то и часто называют синим она серая не так кажется значит с такой этикеткой я еще не вязал это первый мой будет опыт работы зато я уже свое мнение у меня будет это третий артикл с которым я буду работать работая с двумя предыдущими артикулами я точно говорю что от этикетки много зависит это ярко-голубой цвет мама выбирала сама у меня два моточка и я буду вязать билет в две основные две дополнительные нити чтобы он был поплотнее таким же способом как и себе только будет другой здесь узор а на этом берете спицы приготовила три с половиной это имитация спиц чагу чагу китайские я уже на них вязала но спицы легкие работать с ними можно единственными не нравится леска у нее абсолютно нет памяти не знаю как будет она себя дальше вести посмотрим вязать можно этими спицами вот на сегодня себе задание я даю такое и так четверг что же у меня получилось за четверг я начинала вязать берет это самый простой берет по тому же принципу что вязала себе я на отдельной планочки здесь я взяла узор 100 известный узор вот вы знаете пряжа отличается набирала столько же петель после того как у меня была отвязана 120 петель он получился мельче но мы примерим посмотрим я не буду и связывать всю пряжу на тот случай если мне нужно будет сделать его по пышнее так у меня в принципе работа готова я его уже постирала у меня сушится и я начала вязать шарфик к этому берету берет я вязала в две нити чтобы он был потеплее шарфик в одну ниточку 1 нитка норки 1 нитка дополнительная шарфик очень необычный абсолютно и ну как ты тоже не такая пушистая пряжа вот здесь после стирки она распушилась но что мне нравится что не сыпется пряжа практически не сыпется в отличие от предыдущей то что я себе вязала там приходилось просто чуть-чуть не будет видно до волосиночки чуть-чуть совершенно так и я довязывала свой кардиган он очень большой я была вот на этой стадии не нужно было отвязать до конца и обработать его я его отвязала весь до конца обвязала рачьим шагом чтобы хоть какую-то плотность придать очень мягкая пряжа вообще она настолько мягкая нет с одной стороны это хорошо но форму в такой пряжи держать очень сложно конечно и отдельными деталями лучше из такой пряжи не вязать раздельное полотно лучше бы она была слитная сверху вниз но это опыт опыт работы я работала с этой пряжи впервые так вот я обработала планочки осталось мне только пуговки пришить и посмотрим что у нас получилось пятница и сегодня я хочу повязать тигрят я приготовила пряжу гималая долфин бэби и гималая вельвет буду пробовать вязать возможно я возьму одну модель и хочу попробовать связать из этой и из этой пряжи вельвет тоже что получится что получится покажу вам ну черные полосочки нам тоже нужны будут глазки носики значит за пятницу меня связалась два тигренка значит вот этот из пряжи вельвет гималая вельвет а это гималая долфин бэби значит из этой пряжи вельвет тоже возможно вязание игрушек то есть мне понравилось она очень мягкая приятная даже какой-то имеется не такая шелковистость у этой пряжи но она так скажем немножко скользкая в исполнении но возможно вязать возможно и он чуть поменьше чем из пряжи гималая долфин просто гималая долфин но они и по толщине разные вот этот тигренок под потолще чуть-чуть побольше чуть-чуть значит сейчас я еще хочу связать тигреночка побольше нот в качестве подарка такая вот игрушечка ребенку на новый год вполне мне понравилось единственное что у меня такие маленькие глазки я брала только на пробу но сюда может быть подойдут и обычные черные я не знаю но вот этот вот уже тигренок это в подарок пойдет этот у меня забрала алиса сразу же как только узнала что я вижу тигренка на эту нас часто так бывает игру хорошо но это как бы пробный вариант теперь хочу что-то подобное но побольше чуть-чуть сделать чуть побольше чтобы но это уже в другое время пятницу такие вот тигрятки котятки у меня готовы субботу меня практически была невязальная потому что были дела домашние потом еще гости были ну и воскресенье я довязывала то что мне нужно было довязать в первую очередь в первую очередь не нужно было связать вот костюмчик для своего крестника он готов уже все постирана значит вот кофточка и штанишки штанишки связаны на возраст 69 то есть специально здесь загибаются манжетик ниточку не убрала значит манжетики вот так можно завернуть значит с ростком штанишки связанные для потому что детки маленьких памперсов ну и здесь шнурочек на шнурочки и берет для мамы я его перевязала что мне не понравилось то есть после того как я примерила вот все таки пряжа пух норки зависит от этикетки они все она абсолютно разным я работала тремя артикулами и это вот последний артикул но пряжа пушистая но после того как я вот на свой берет набирала 120 меня он пышный берет достаточно здесь был очень мелкий на 120 петель и мне пришлось распустить и набрать здесь больше вот здесь вот уже у меня сто пятьдесят петель и я сделала таким образом вот у меня шов только по этой вот планочки а верхушку я вязала в круг набрала в круг и вязала на определенную высоту мы примерили с мамой то есть как и нужно было и закрывала вот клинышками уже тоже у меня постер на еще немножко влажный и шарф почти довязала там осталось совсем чуть-чуть я ждала просто никогда приедет мама чтобы примерить потому что но все равно нужно я ношу одним способом мама но есть так что у нее челка видно вот а все остальное как бы чтобы пустить на шарфик потому что берет я вязала в две основные нити две дополнительные чтобы он был поплотнее но он действительно очень пушистый мне нравится вот такие вот мои работы за неделю я считаю что поработал я очень продуктивно и у меня несколько готовых работ это меня очень радует потому что можно начинать новые процессы но сейчас у меня в планах пока повязать то что есть хотя новые идеи тоже уже также присутствует вдохновляйтесь творите создавайте но я с вами прощаюсь до новых встреч пока пока